Воркаутер 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 Вор mater Воркаутер 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 На днях прошел первый чемпионат Удмуртии По сути, здесь можно начинать с нуля В этом и свобода Поэтому, чтобы начать развиваться Стоит очень хорошо это начинать с турника и брусьев. Это дает усилу и выносливу, и все необходимые базовые качества развития. Участники турнира не нарадуются. Пример их оказался заразительным. Вот две юные девчонки тут же на состязаниях попробовали подтянуться. Правда, им до профессионалов еще далеко. Но ведь главное – начать. Самое главное – это целеустремленность и желание заниматься. Потому что это тяжело. Это ты устаешь, это нужно работать над собой, это нужно правильно питаться. Я думаю, что нужно жить этим, и знать, и хотеть развиваться, развивать свое тело, а не сидеть там вечером где-то и заниматься чем-то другим. Мозоли на ладонях воркауте никого не смущают. Это не те трудовые, которые появляются у тех, кто спортом не занимается, а любит диван сторожить. У нас в гостях лидер этого движения Никита Ижбалдин и организатор чемпионата Аутмуртии Железной Лев Николай Санников. Здравствуйте. Здравствуйте. Никита, правильно я понимаю, что воркаут – это такой комплексный вид, который включает в себя сразу несколько – гимнастика, силовые упражнения. И какие существуют на данный момент виды воркаута? Воркаут сам по себе представляет силовой вид, направление силовое, то есть различные силовые разнообразные упражнения. А еще есть два направления, но они не относятся к самому воркауту. То есть это джим-бар на гибкость, на связки, на суставы. То есть это параллельная дисциплина такая? Да, параллельная дисциплина. И уличная гимнастика, то есть на технику, когда люди пытаются постарить спортивную гимнастику на улице. То есть так же технично и красиво. Красиво, да. Николай, ну чем вот вас привлек, правда, этот вид? Мало вам силовых направлений, таких, например, как кроссфит, атлетическое, двоеборье? Достаточно видов силовых. На самом деле я занимаюсь всего буквально 2-3 месяца этим направлением. И мне уже нравится, мне нравится смотреть. И когда мы проводили чемпионат, и были зрители, их тоже завораживало. Вот та культура, как они это все дело красиво делали, как они крутились, как они сгибались. И ко мне подходили, спрашивали, где можно заниматься, как можно этому научиться. И говорили, что ох, я смотрю, мне так нравится, я хочу это повторить. А вот у вас-то какие ощущения, когда вы сами вот это крутите, делаете? Я пока не умею крутить. Ну, что умеете? Ну, я хочу, да, я хочу научиться, я пытаюсь повторять, да, я делаю подходы, упражнения. То есть вот я тоже чувствую, что какой-то рост вот в душе, да. И в силах тоже есть, и это очень приятно на самом деле. Ник, вот основная база как раз в чем, Никит, заключается? Ну, база, ну, это элементарные подтягивания разным хватом и отжимания на брусьях, отжимания от пола разным хватом. Дальше идут более силовые и интересные упражнения. То есть суть в том, что он доступен каждому, в этом отличие от всех других видов спорта. То есть можно непредготовленным прийти. Да, это, во-первых, оздоровительная физкультура, а потом уже идет ОФП, то есть основная физическая подготовка. И так далее уже профессиональный спорт. То есть, если я правильно понимаю, можно вообще никуда не ходить, просто выходить к турнику, подтягиваться, заниматься. Правильно, понимаете. Николай, а где популярен сегодня в Аркад? Ну, в Ижевске мы уже поняли. Ну, еще где, вот, по крайней мере, уже он известен и ему увлекаются, занимаются? Во всем мире. Нет, в республике в нашей, имея в виду. В нашей республике. В нашей республике мы как раз недавно проводили соревнования в поселке Болезино в Болезинском районе. Да, и как оказалось, к нашему большому удивлению моему, да, очень много ребят, которые занимаются этим спортом, вот, в сельских поселениях у нас. И мы как раз ездили вместе с Никитой, проводили выступления показательные, да, и тоже были, на самом деле, удивлены уровнем, вот, их подготовки, уровнем выступлений. И это очень приятно. А кровь Болезино еще, например, где, вот, вы уже знаете, Никита ведь? Ну... На этих же соревнованиях были мальчики с игры. Вот. И в морги. А глазов пока у нас северная столица еще не подключилась. С глазов, к сожалению, у нас в Болезино никого не было. Ну, а перспектива, вот, где собираетесь еще, куда поехать, где пропагандировать вот этот вид? Ну, открыть какие-то отделения, не знаю, рассказать, показать. Сейчас мы работаем, вообще, с молодежным парламентом, с Министерством спорта Удмурской Республики. В принципе, направление, так же, как оказалось для вас, интересным, новым и непонятным, но всех это заинтересовало, потому что это доступный и простой вид спорта, который требует очень много вложений. И поэтому я думаю, что вот мы тоже, опять же, с Никитой, да, будем как-то эту тему продвигать и ездить, опять же, с таким показательным выступлением для Никиты тоже это интересно. Никита, с чего все началось вообще в Удмурте? Вы, как родоначальник удмуртского воркаута, расскажите нам, как это происходило? Ну, просто тренировались изначально с другом, а потом появилось модное видео из Америки про силовые упражнения, да. Начали повторять, потом появилась вообще сама субкультура под названием воркаут в стране, ну и как-то пришлось взять свои руки в городе. Ну, не без поддержки, конечно, друзей все, не один, есть команда своя. То есть это была сначала такая общественная инициатива сейчас, которая уже находит поддержку сверху? Да, просто начали собираться сначала в районе, потом решили городские собрать. Оказалось, что мы не одни тренируемся в городе. Потом люди просили сделать сборы все чаще и продолжать их делать. Польза, конкретная польза. И есть ли противопоказания? Можно начинать с базовых упражнений, они очень элементарные, они не травмоопасные совершенно. Вот не сказали еще про суставы, разрабатываются суставы. Есть направление, одно из направлений под названием джимбар. Там идет, да, на развитие суставов и связок, то есть упражнения. Это только плюс же получается опять. Ну да, это как бы своеобразный плюс. Николай, что нужно, чтобы добиться успеха? Вот вы, может быть, уже за три месяца осознали, что необходимо. Да, я как раз хотел сказать, да, на своем опыте, но я думаю, что это главное целеустремленность. Только желание? Да, и желание, и погода. А какие-то физические данные нужны, природные? В принципе, у меня уже хоть немного какая-то база была заложена, да. Но на самом-то деле, когда я тоже изучал этот вопрос, есть программы, вот как можно начинать заниматься вообще не имея опыта и подтягиваясь ноль раз, грубо говоря. И есть упражнения, которые вот способствуют, когда ты сможешь начать один раз подтянуться, два, три, и спокойно-спокойно там уже начнешь выполнять какой-то комплекс упражнений. Летом вот турник, да? А зимой, например, где заниматься, где тренироваться, и можно ли дома? Тоже турник зимой. А, то есть… Мы проводим зимние сборы также. То есть спортзал вы игнорируете? Нет. Почему? Можно и в спортзал походить, я не против. А почему именно улица, вот уличный спорт? Чем вас притягивает? Свобода действий, свобода развития. И развивает мышление в том плане, что ты не ограничиваешься какими-то изоляционными упражнениями из тренажерного зала. Ты, в принципе, даже всем известную базу в тренажерном зале входят еще не только три упражнения, как бы как становые жимы и тяга. А еще и подтягивания и отжимания на брусьях тоже входят в базу. Они развивают полностью весь торс до таза. То есть пресс и все эти косые брюшные мышцы. То есть достаточно брусьев вполне и турника, чтобы развить тело. Достаточно сильно, да. И с разнообразием упражнений хватит даже и как бы на развитие всех качеств. Выносливость, сила, объем. Ну и плюс свежий воздух, да? Да, конечно. Стен вот этих нет. Хотя сейчас спортзалы оборудованы кондиционерами, там хорошо, но тем не менее теснота все равно бывает. Вот нас кто-то все равно услышал, да, ребят, вот где записаться? Какие есть контакты? Куда нужно прийти? Вот правда кто-то услышал, говорит, я хочу куда идти? Есть контакты, есть вконтакте. Вконтакты вконтакте? Да. Кого искать? Заходите, ищите. Да, ну проблемы нет найти. Меня точно. Как бы кому надо, без вопросов, вообще без проблем меня находят. Даже были случаи, когда родители ко мне обращались, просили, чтобы я тренировал их детей. Не отказывали? Да нет. А вот вы знаете, мне кажется, урок физкультуры в школе, вот чем мне… Да, можно подрабатывать. Нет, я лучше. Нет, представляете, ведь детям насколько это будет интересно. Или традиционный урок физкультуры, или вот такой урок… Или воркаут, слово-то самое воркаут. Да, правда. Тем более ничего не надо. Оказывается, подтягивание на перекладине – это воркаут. Мы тут думали, это вот так, а это вот как. Ну и немножко о чемпионате Удмуртии «Железный лев», который вот буквально на днях на базе 45-й школы прошел. Вот расскажите, как он прошел? Довольный, все получилось, кто-то заинтересовался, не знаю, какие рекорды были побиты. Как все прошло в целом? Ну, на самом деле, очень довольны. Заказали хорошую погоду, как оказалось. Да, я свидетель. Потому что во все остальные дни был дождь, но мы с Никитой решили, что нам дождь не нужен. А, кстати, если бы, прошу прощения, если бы был дождь, состоялись бы соревнования? Если бы был дождь, соревнования были бы состоялись, потому что соревнования называются «Железный лев», да, они для железных людей. Всепогодные. Поэтому они все погодные, мы бы ждали, конечно, всех. И, собственно, проводили бы для всех. Уровень получился очень-таки неплохой соревнования, в целом прошли очень удачно. Приехали ребята с Удмуртии, также с Татарстана участвовали. Вот, набережные Челны, да, были? И причем заняли призовые места. Они или мы? И с Татарстана. И с Татарстана, да? Человек, да, пришел в призы. В принципе, вот. А если уровень сравнить? Для Ижевска очень приличный уровень был за последние несколько лет, это очень неплохо. Ребята, а у вас нет проблемы с турниками? Хватает вам этих снарядов, поскольку я живу в центре Ижевска, и мне именно в центре их не хватает? Если они есть, то они не очень хорошего качества. В Ижевске еще не так развито строительство площадок, как в других городах России. Очень популярно, почти везде уже строятся, но не в Ижевске. Хорошо, что уже объявились у нас люди, которые... Николай, да, у нас? Да, компания «Железная». При поддержке. Они хотя бы уже что-то построили в Адмурте, это факт. Я надеюсь, что сейчас мы действительно будут на нас строить площадки. Никит, а может быть продемонстрируете нам свое искусство, свои умения прямо здесь, вот в нашей студии? Да, вот в таких вот условиях и без турника. Без турников, просто пол чистый. Вперед, Никита! Ну что ж, брусья и турники доступны практически в каждом районе Ижевска. Так что вперед к занятиям. Будьте здоровы и до встречи. Ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова